На днях в лесу бушевала непогода, выл ветер, трещали и падали на землю деревья. Дорога до дома на дереве как после снежной зимы, так и сейчас наполнена волнением и тревогой за эту огромную сосну, ставшую опорой для дома в глуши. И всякий раз, когда он появляется в кронах рядом стоящих пихт и елок, ощущается радость. Выстоял, пережил зиму и непогоду, а значит еще постоит. Работы в доме были закончены зимой. Остается доделать крышу и доработать мелкие детали, но уже сейчас в нем есть все атрибуты лесного жилья и даже немного больше. Высота в 7 метров открывает зеленую насыщенную лесную панораму. А деревянная мебель и картины позволяют чувствовать себя внутри дома комфортно и уютно. Страх высоты быстро угасает. Дом пустовал ровно месяц. И сегодня, когда снег окончательно сошел, моя задача подготовить его к летнему сезону. Составить перечень доработок и список материалов. Наконец-то прибраться в лагере и собрать все оставленные доски и бруски в одно место. Уделить внимание тем, кто уже давно заждался его. Запас семечек хранится в пластиковом контейнере под кроватью. Пополнить его и кормушку – то, с чего решаю начать свой вечер в доме на дереве. Близится закат, и балкон терраса – лучшее место для его встречи. Но только тогда, когда он полностью очищен от остатков строительных материалов. Древесная обрезь и андулин летят вниз. А для спуска инструмента имеется нехитрый лифт, сделанный из крепкого шнура и большого карабина. На днях мы приедем сюда на квадроцикле с телегой. И вывезем мешки с мусором и ненужный инструмент на базу – к дому лесника. Нести балкон – особое удовольствие. Ведь совок можно не использовать, и весь мелкий сорб просто сметать вниз. Сухие, еловые и сосновые дровишки у двери мешаются, поэтому складываю их подальше – ближе к лестнице на крышу. Теперь балкон чистый да опрятный. Не хватает лишь удобного кресла, которое позволит насладиться видами и комфортно расположиться за фотоаппаратом с большим объективом. Отличные обзоры, отсутствие густого подлеска – идеальное сочетание для успешной фотооходы. В местных лесах зверя много, и ждать его на балконе с кружкой чая или кофе теперь можно здесь, удобно расположившись в сосновом кресле под крышей. Угол у двери в фильмах о строительстве дома на дереве не показывался намеренно, ведь именно в нем собиралась и хранилась большая часть строительного мусора. Набитые мешки с мусором один за другим спускаются на лифте в лагерь. Именно туда отправляюсь и я. Длинные бруски и оставшиеся доски пойдут на устройство кормовой станции для зверей. Отпиленные сосновые ветки на дрова, которые я укладываю под лифтом. Все идет в дело. Подъем в дом без груженного дровами лифта считается холостым. Пусть лучше они не пригодятся, но все равно будут подняты и уложены в полинницу. Такой подход позволяет увеличивать запас топлива от раза к разу, даже с учетом их постоянного использования. Финальную очистку поляны от сора и прошлогодней листвы сделаем с граблями всей команды. Уж слишком большой объем работ. А пока есть дела поважнее. При изоляции крыши битумом часть его попала на пол. Старой ножовкой убираю мягкие и упругие фрагменты. Простая вода не в состоянии свести пятна битума. А вот керосин из лампы справляется с этой задачей на ура. Пусть лампа будет гореть меньше, зато пол станет чистым, без черных пятен. А запас керосина в доме появится уже в мой следующий визит сюда. Хорошо, что в баке оказалось немного воды, иначе запах керосина крепко бы въелся в кожу. Время показывает, что линолеум – одно из самых практичных напольных покрытий для лесного жилья. Легко чистится и выдерживает даже битум. Если бы можно было отложить мытье пола на завтра или на неделю, я воспользовался бы этой возможностью. Но откладывать нельзя, ведь влажной уборки в доме не было давно. Задышалось. Внутри стало чисто, и наконец-то можно сменить сапоги на обувь полегче. Нам часто задают вопрос, как вы держите связь между собой, когда находитесь в разных уголках тайги. И сегодня мы ответим на этот вопрос. Поддерживать связь на небольших расстояниях до двух километров помогают рации. А когда речь заходит о связи на больших расстояниях, в деле отлично себя показывает мегафон. Ведь именно у мегафона самая широкая зона покрытия в стране. Сообщать близким о том, что со мной все в порядке, порой приходится прямо из леса. Да и держать связь с лесной базой можно каждый день, узнавая последние новости. В глуши часто бывают ситуации, когда нужна информация. Мегафон со своим мобильным интернетом приходит на помощь и здесь. Сегодня он помог разобраться в примерном росте и весе кабана, прошедшего по тропе совсем недавно. Теперь я знаю, что этот секач весом более 100 килограмм. Друзья, для того, чтобы узнать больше о мобильном операторе номер один по покрытию и скорости и стать его абонентом, переходите по ссылке в описании. Наступает время подарков для дома. Каждый новый визит в лесное жилье не обходится без вещей, которые навсегда останутся в нем. В небольшом гермомешке я принес украшения для стены у кровати. Это красивое обонос изображением могучего лося на закате будет радовать каждого, кто посетит дом на дереве. А брезентовый тен станет своеобразным ковриком-половиком при входе. Его легко очистить от пыли, да и ходить по нему приятно. Валик для одежды нужен не для ее очистки, а для сбора клещей со снаряжения. Острый нож теперь, часть местного снаряжения. Определенно, нужные вещи в лесу. В рюкзаке завалялся моток жутового шнурка. И перед чаепитием я решил обмотать им ручку чайника. Технология проста. По ручке пускается петля с выносом. После, она обматывается, один край пропускается через выступающую петлю и связывается в узел. Такая обмотка обезопасит руку от ожога, да и выглядит органично. К вечеру температура начала понижаться. И без печи сейчас не обойтись. Как при ночевке, не обойтись и без спальника. При входе в дом, на всякий случай висит местный спальник. Но сегодня я пришел со своим. Дневной обход фотоловушек позволил собрать множество новых кадров. В дороге отсматривать материал просто не было времени. И эту часть работы я оставил на вечер. Ведь где как не здесь, можно в полной мере насладиться свежими кадрами дикой природы. Под закипающий чайник приступаю к просмотру материалов с камеры у солонца. В лесном хозяйстве этот солонец один из старейших. По нему делается учет зверя. Ведь сюда приходят или прилетают абсолютно все лесные обитатели. Рано или поздно. Дикий голубь или вяхерь. Настоящая лесная птица. Питается только дарами тайги. Предпочитает семена ели и пихт. Встретить вживую почти невозможно. Поскольку это одна из самых осторожных лесных птиц. Кабаны часто и гости на солонце. Но сегодня, возможно из-за огонька на камере, делают вид, что идут мимо. Не проявляя какого-либо интереса к кормушке. Енотовидная собака уже отошла от спячки. И как только началась оттепель, вышла из своей норы. Пышная шкура обеспечивает ей тепло на протяжении всей зимней спячки. Черный ворон. Мудрая большая птица. Среди остальных пернатых считается долгожителем. Поскольку живет от 10 до 15 лет. Осторожная косуля не может без соли. Таежники рассказывали, что косулю можно приручить. И она может даже есть хлеб с рук. Интересно, правда ли? Белки в спячку не впадают. Но для них характерен зимний покой. Они регулярно просыпаются, чтобы поесть. Как только снег окончательно спадет, белки снова займутся своими кладовыми из семян. И будут помогать расти новым деревьям. Начался брачный период у енотовидных собак. Образуются пары. И в мае на свет появится их потомство. Прошлогодние кабаны уже ходят на солонец одни. Без матери. Время идет. И новое поколение неизбежно взрослеет. А этот огромный сикач, как и любой другой, держится один и приходит сюда, когда рядом никого нет. Старый солонец служит ему надежным источником минералов годами. Когда все ушли, к соленой луже устремляются самые маленькие жители леса. Полевки. Куда же без них. Образуют пары черные вороны, серые вороны и многие другие обитатели лесной глуши. Уже скоро разродится и красотка лосиха. Детей много не бывает. И этому подтверждение ее старшее потомство, которое до сих пор ходит хвостиком за мамой. Словом, солонец – настоящий островок жизни, объединяющий всех зверей. Хватает всем, и конфликтов при использовании не возникает. Есть чему поучиться. Дом окончательно прогрелся, и внутри теперь комфортно находиться уже без верхней одежды. На мытье пола и чай ушло около полутора литров воды, но остатков хватит, чтобы умыться и сварить кофе утром. У каждого лесного дома имеется своя, присущая только ему атмосфера. Здесь чувствуется высота, но при этом какое-то внутреннее ощущение защищенности от лесного зверя. Различаются в домах и матрасы. Здесь используется вспененный утеплитель. Относительно мягко и всегда тепло. Единственный минус – при переворачивании он неизбежно поскрипывает. Однако, есть в убранстве дома то, от чего мне всякий раз не по себе. Это постоянно покачивающаяся терка под полкой. Кажется, что кто-то невидимый тихонько пошатывает ее. Заснуть с такой теркой маятником будет сложновато. Решение пришло кардинальное и эффективное – переставить терку на полку. В холодном, стремительном закате чистое небо темнеет на глазах. Лес насыщается прохладой и оттенками темной синевы. Но в доме на дереве сегодня все по-другому. Комфортно, уютно и по-весеннему радостно. Вычурно смотрится только крыша. Когда-нибудь придет и ее черед. Как когда-то пришел черед и печки. Ее мы с Денисом вывезли из горевшего дома шалаша, и сейчас она обрела свой новый дом. Дом, в котором можно провести теплую ночь в лесу. Отоспаться и встречать новый день бодрым и готовым к очередным свершениям. В эти дни я намеренно не заводил будильник. С целью выяснить, где же я просплю дольше обычного. 7.45 утра. В половину седьмого пришлось подняться и затопить печь. Стало прохладно. Что ж, подъем в теплом доме всегда стоит того, чтобы это сделать. С кормушки при моем появлении у окна улетел клест. Вот уж неожиданный гость. Дрозды активно запевают утренние песни. В лесу начинается новый день. Он будет на несколько минут длиннее прошедшего. И эта мысль плавно перетекла в осознание того, что уже скоро наступит жаркое и светлое лето. За окном 3 градуса тепла. И лето в этот момент захотелось как можно скорее. Ночь была тихая и безветренная. Поэтому и сон получился глубоким и ровным. Сложно представить мою ночевку в доме пару дней назад. Когда по лесу гулял мощный ветер и шатал огромную сосну с домом из стороны в сторону. Ночевать в непогоду здесь мне откровенно не хотелось бы. К счастью, она случается редко. И дом вместе с мягким спальником позволили выспаться и набраться сил. Остается выпить пару кружек крепкого кофе и можно собираться в путь. А путь сегодня предстоит не близкий. В планах добраться до дальних фотоловушек. Вернуться в дом лесника. Позаниматься участком. И подготовиться к новому переходу. Который завершится ночевкой в землянке. Просторный дом на высоте когда-то казался нам смелой и рискованной задумкой. Сегодня в его послужном списке пережитая зима с обильными снегопадами и шквальные ветра. Мелкий моросящий дождь идет уже второй день. И прекращается лишь на короткое время. В этот раз я отправился по тропам, ведущим к землянке. Мокрые тропинки ведут к камерам, которые я проверяю. Тут же ищу свежие следы и ставлю вновь снаряженные фотоловушки. Популяция кабанов за эти годы значительно увеличилась. Их следы и жизнедеятельности можно найти буквально повсюду. На тропе, ведущей к землянке, ставлю камеру на весь грядущий летний сезон. Чем выше расположена камера на дереве, тем меньше шансов ее обнаружить. Высоты в 2-2,5 метра достаточно, чтобы 9 из 10 человек прошли мимо и не заметили ее. У лесного жилья такая постановка камер особенно важна. А дальше петляющая тропа ведет к склону, затем упирается в ступени, спуск по которым и ведет прямиком в землянку. Активно идет сезон гнездования уток. И в районе реки встречи с ними происходят практически всегда. Но встреча с ними не так желанна, как встреча с родной землянкой. У входа я оставил такой же брезентовый коврик со сланцами, чтобы гостям было сразу понятно, что ходить по полу в грязной обуви не нужно. На стене при входе виднеются капли воды. Стена у печки абсолютно сухая. На столешнице также. Все сухо и воды нет. А вот край надувного коврика мокнет, видимо, постоянно. Протекает крыша. Ищу протечки по намокшему берестяному слою и мокрым стропилам. Вижу. Кара на одной стропиле не влажна, и с нее же капает. Влажность внутри не ощущается, но прохладно. Поэтому тут же затапливаю печь. Да, немного капает. Если где-то видны просто капли, то в паре мест я вижу протечки. То есть там капает постоянно. Этим я опечален. И это меня, конечно, удивило. Я не ожидал подобного. Но, с другой стороны, землянка – это место, где всегда повышенная влажность. Она появляется то снизу, то сверху. В общем, печь надежная. Это лучший друг любой землянки. Скорее всего, крыша дала течь под весом снега, который и повлиял на целостность грунта. Однако, если учитывать, что вся кровля построена только из натуральных материалов, то наличие таких незначительных протечек – вполне неплохой результат. Еще в прошлом году я обратил внимание, как хорошо освещается солнцем этот участок склона рядом с землянкой. Одна из главных задач на сегодня – разбить здесь небольшую грядку с зеленью. Технология устройства лесных грядок проста. Снять лопатой верхний слой с дерном, задать контуры камнями или поленьями и насыпать свежей земли прямо с дерна. Техника втирания комьев с грунтом в друг друга позволяет получить мягкую землю без корешков. В этой горсти семян намешана вся любимая зелень – щавель, укроп, петрушка и морозостойкий лук. Уже через месяц, придя в землянку, я смогу отведать свежей лесной зелени, сорванной здесь же. К реке за водой идти не пришлось. Снова пошел дождь. А значит, время перебираться в землянку и доставать из рюкзака подарки. Шуруповерта с собой нет, поэтому прикручиваю вешалку с соколом обычной крестовой отверткой. На ней будут храниться вещи, которые всегда должны быть под рукой, даже во сне. Здесь же, на верхней полке, оставляю пару репеллентов от клещей и комбайн-совок для сбора ягод. Этому процессу я готовлюсь уделить много внимания в грядущем сезоне. Но есть в рюкзаке и то, что я нес сюда с особым волнением. Не так давно к нам в гости приезжал отец с сыном из Нижнего Новгорода. И мальчик Святослав вручил подарок, сделанный своими руками. Глиняный чайник с живописной картиной на боку. Такие подарки особенно ценны для нас. А его отец, Андрей, снабдил нас ферментированным Иван-чаем, который мы так любим пить. Что ж, с таким запасом кипрея, до питья кофе в землянке дело дойдет еще не скоро. А вот протечками нужно заняться уже сейчас. Чехол от местного спального коврика лежит без дела уже больше полугода. Решаю пустить его в дело и соорудить своеобразную заплатку на крыше, чтобы избежать попадания влаги на коврик и спальник. Другого материала с собой нет. Его размеры примерно 60 на 70 сантиметров. И этого должно хватить, чтобы закрыть обе протечки и пустить капли рядом. Конечно, это временное решение, но сейчас другого варианта просто нет. Заплатка действительно помогла. И капли воды начали скатываться вниз и падать на край лежака. Капать сразу перестало. Вот это гениальное решение. Заплатка на потолке. Теперь спальник не намокнет и ночевка в землянке, как минимум, будет сухой. Основные дела внутри закончены. Я перебрался в верхний лагерь, где уложены пиломатериалы, оставшиеся после улучшения землянки. Наводил порядок, слушал птиц и наслаждался весенним лесом. Пока не увидел их. Клещей, ждущих свою добычу прямо на древесине. Ожидающая поза с поднятыми вверх передними лапками. Именно ими клещ цепляется за будущую жертву. Сколько бы их ни было, делаю всегда одно и то же. Сжигаю. Ведь каждый уничтоженный клещ – это потенциально спасенная чья-то жизнь. Начался активный сезон. И наш опыт избежания укусов клещей сводится к следующим простым правилам. Передвигаться по лесу в сапогах. Клещи не садятся на резину. Обходить торчащие ветви и кусты и не касаться их одеждой. Активно пользоваться репеллентами и по возможности носить противоэнцефалитный цельный костюм. Каждый раз, когда наступает весна, у нас наступает явление, которое мы обозначаем как чёс. Кажется, что клещи ползают вообще везде под одеждой, особенно под нижним бельем. Приходится постоянно осматриваться, останавливаться. Это, конечно, в моменте занимает немного времени, но если посмотреть, сколько на это уходит времени в день. Утки, 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 утки. Залюбовался и забыл про клещей, но тем не менее вспомню. Друзья, очень важный момент. Если где-то чешется, особенно в весеннем лесу, не стоит игнорировать этот сигнал. Нужно осмотреться, если не получается самостоятельно где-то на спине, за лопаткой, бывает очень часто за ухом. Нужно просить кого-то это сделать, не стесняться. Это важно, это серьезно. Могут быть необратимые последствия после укуса клеща. Поэтому каждый сигнал нужно отрабатывать. Если сигнал есть, а клеща нет, это, наверное, признак того, что пора идти в баню. У меня такие признаки периодически тоже прослеживаются. Я надеюсь, что в ближайшие дни удастся посидеть, пропотеть и обновиться. Осматривать одежду и снаряжение стараемся по горячим следам. То есть сразу по возвращении в дом. Наличие карманов ловушек – верный признак качественного энцефалитного костюма. Там клещи застревают и там же, как правило, и остаются. Самостоятельный осмотр от клещей делаю без верхней одежды. Начинаю с головы и по мере осмотра спускаюсь ниже. Часто ползущий по коже клещ обнаруживает себя сам. Около трех лет назад нашего друга, гуляющего по лесу в шортах, клещ укусил прямо в пах. Отсюда два вывода. В шортах по лесу не ходить, как бы жарко не было. И не забывать осматривать участки тела под нижним бельем. Осмотр завершен и выходить из землянки уже не хочется. Сегодняшний вечер провожу за написанием очередного рассказа о лесной жизни. Взгляд лешего. В лесу случается всякое. Что-то объясняется легко, а что-то кажется странным, необычным, а иногда и пугающим. Тот день я запомнил очень хорошо. Ведь это был мой день рождения – 12 февраля. Отметить его хотелось на широкую ногу, с размахом. Поэтому я взял отгул на работе, собрал рюкзак и отправился в лес. Совершенно один. Друзья, если вы любите почитать особенно перед сном, продолжение этой мистической истории вас ждет в нашем телеграм-канале, где мы публикуем много дополнительных материалов, которые остаются за кадром. Во время написания рассказа обратил внимание, что заплатка начала подсыхать, и верхняя протечка почти перестала пропускать влагу. Засыпать в землянке получается всегда быстро. Здесь тихо. Не слышен ветер, шум реки и пение птиц. Почти абсолютная тишина. Чуть шепчет печь с догорающими углями. Но уже через 10 минут затихает и она. Не хватает подушки здесь, но это было бы слишком идеально. Поэтому вместо подушки – кофта. Поздние сумерки. Еще проглядываются контуры леса, но ранний подъем сделал свое дело, и я уже в спальнике. Смотрю на плывущие облака темнеющего неба. И, не дождавшись полной темноты, уже сплю. 7 утра ровно. И стены землянки все же пропускают громкое кряканье, раздающееся по всей реке. Утки часто заплывают с русла в старицу и отдыхают там в спокойной воде от бурного весеннего потока. Ночью просыпался и осматривался два раза. Поспать от и до не удалось. Так происходит всякий раз, когда начинается клещевой сезон. Через несколько недель в пик их активности пойдет на спад. И станет легче. Ну а пока стоит лишь принять эту особенность весеннего леса как данность. Как бы она не нравилась. Полноводная таежная река начинает мой день со свежести и бодрости. Я жду, когда же вода спадет и очистится, чтобы пройтись с удочкой по перекатам и ямам до половить Хариуса. С этими мыслями я услышал какие-то звуки у землянки. Какие-то знакомые голоса. Кто пришел? Это Гена. Гена! Привет! Что делаешь там? Привет! Рыбу ловлю! На морду? На свою! Как дела? Ты откуда вообще? Ты как так подкрался тихо? Я по твоим следам шел. Еды взял. А ты как ее донес? Это вообще был что-то с чем-то. Ты на технике приехал? Я недалеко ее бросил. Но не хотел дорогу порвать. Понятно. Им отонулся сюда. Ну ты вообще, Гена, конечно, здорово поступил. Я просто есть хочу. Добро пожаловать в землянку тогда. Я Генни люблю есть. Радость от встречи с Геной у землянки усилилась большой термосумкой и едой, которую он захватил с собой, идя в гости. Без долгих разговоров Геннадий приступил к завтраку. И нарезанная свиная шейка отправилась на зажарку в сковородку. В это время кубиками нарезается морковь. Режется лук. Спустя 10 минут там же оказались и овощи. Красноголовики, собранные в конце прошлого года, картофель, соль и перец добавляются уже спустя 5 минут. Вместо воды для тушения блюдо Гена решил использовать настой из Иван-чая, чем меня крайне удивил. Точно вкусно будет. Фу, не сомневайся. Именно Иван-чай придал блюду особый травяной оттенок, который сложно описать. Это нужно просто попробовать. А соцветия медуницы Гена начал употреблять в пищу еще со времен посещения школы горного туризма. Это одна из первых весенних трав, из которой можно делать салаты и добавлять в блюдо. Перец раззадорил аппетит. И мы с удовольствием завтракаем этим весенним рагу с первоцветами. Так завершается моя очередная ночевка в землянке, с посаженной зеленью на грядке, множеством клещей в траве, сытным завтраком и верным другом рядом. Рядышком на поляне Вяхери буду пробовать их подснять на камеру, иду очень тихо. Все хлюпает под ногами. А где сухо там? Трещат иголки сосновые. Вот там сзади меня. С появлением дальнобойного объектива мы стали проводить еще больше времени в лесу. В погоне за тем самым кадром. Вяхеря проще услышать, чем увидеть. Скрытая и осторожная птица редко подпускает к себе человека. Тем ценнее эти кадры. Птица может прокормиться, не вылетая из леса, поскольку прекрасно обходится дарами природы. Чаще всего встречается в хвойных лесах. Их песни обладают особой глубиной и похожи на смесь гудения и воркования. Сейчас они летают преимущественно парами. На съемки этих удивительных кадров ушло около четырех часов. А на поиск поляны, в районе которой они обитают, и того больше. К вечеру, уставший, но довольный съемками, я возвращаюсь в дом лесника. В лагере зажег небольшой костерок и сразу в дом. Сушиться и греться. Алгоритм действий всегда один и тот же. Снять рюкзак, затопить печь и переодеться. Сколько раз повторялись такие процедуры, уже и не сосчитать. Этот дом был построен всей командой лесной. И, наверное, является одним из самых удачных наших проектов. По-настоящему теплый и уютный дом в лесу. Огонь в печи занимается сразу. И уже через 10 минут пространство внутри полностью обогрета. Главное, открыть поддувало и шибер задвижку для лучшей тяги. После, поздороваться с местными и взглянуть на себя в зеркало. Окончательно понять, что дома. Только в доме лесника у каждого есть свой местный комплект одежды. И только в доме лесника на каждой кровати лежит настоящий мягкий матрас. Это ли не повод по возвращении передохнуть 5-10 минут? Доски под матрасами, уложенные когда-то вплотную, подсохли. И обеспечивают матрасам вентиляцию снизу. Запахи внутри только сосновой древесины. Никакой прелости. Сухие спальники часто храним в расправленном состоянии на верхних лежаках. А только что вынутые из компрессионного мешка сначала просушиваем на деревянных гординах. Такие привычки появились здесь сами собой. Просто исходя из удобного и рационального использования пространства дома. Зимой в дом заносится самовар, а в остальное время чай и кофе варятся на печи. У нее же за ночь полностью просушиваются сапоги. Время подарков. И сегодня их два. Картина с медведем, которую нам вручили на встрече с подписчиками и книга Михаила Пришвина «Дорога к другу». Символично, ведь в некотором смысле каждое лесное жилье является верным другом, который никогда не бросит и всегда протянет теплую и надежную руку помощи. Неизвестно чего больше в доме лесника. Картина или книг. Охотники на привале, девятый вал, утро в сосновом лесу. И уют создают даже не столько картины, сколько воспоминания из детства, связанные с ними. А это уже современное творчество. Навеянное нашими скромными трудами. Зеленый сочный лес и холодный горный край. Два разных мира в одном небольшом доме. Четыре кровати связаны одним деревянным каркасом, который, обладая хорошим запасом прочности, все же немного пошатывается. Поэтому крепить лестницу на него не стали, чтобы ночью лишний раз не просыпаться. А вот раскладной стул, превращающийся в лестницу, показался самым удобным и простым решением вопроса подъема на верхний ярус. Кроватный каркас при таком методе подъема не используется и не шатается. Этот же стул-лестницу удобно применять и по другому назначению, для крепления заточного станка. К массивному столу его закрепить нельзя. На днях я заточил все ножи, находящиеся в лагере. Сегодня настала очередь местных. Четыре бруска с разной зернистостью позволяют довести ножи до самого острого состояния. Поспел чай. Пару кружек перед сном – добрая традиция. Сквозь темноту проглядывается ясное небо и полная луна. Она быстро идет сквозь сосновые верхушки вправо, то пропадая, то появляясь вновь. У туалета расположен генератор, и я решаю включить его на час-другой. Спать пока совсем не хочется. Дом лесника начинает освещаться теплым и мягким светом. Издалека слышатся сильные порывы ветра, и луна тут же скрывается за облаками. Будет дождь. Погода изменилась буквально за одну кружку чая. От ясного и тихого неба до сильного и ровного дождя. Ну что, мне сегодня очень повезло. Дом лесника, как обычно, спас. Отогрелся, отсушился. Напился чая. Готовлюсь ко сну. И грянул дождь. Гром не грянул, но дождик хороший поливает. На улице плюс пять. Сейчас, наверное, идет на понижение. На днях обещают снег. Поэтому теплые стены дома лесника всегда выручают. Для лучшего прилегания двери к коробу, при ночевке закрываем ее на накидной крючок. Комфортная температура будет держаться до самого утра. Можно отправляться в кровать. Еще несколько лет назад сон в собственной кровати с подушкой и одеялом, да еще и на мягком матрасе в лесу, казался нам чем-то нереальным. Дом лесника сделал мечты явью. 8.15 утра. Проспал дольше обычного. Занавески пускают внутрь мало света. И до последнего кажется, что еще раннее утро. Сегодня в планах проведения субботника на участке. Весь день будет гореть костер и пыхтеть сизым дымом прошлогодние листва. Но сначала нужно добраться до Гены. В его беседке, о строительстве которой он рассказывал в своем фильме, уже идет подготовка к обеду. Нарезано мясо и заправлено луком. Добавлено соль, черный перец и много кориандра. Таков рецепт классического маринада для шашлыков от Гены. Немного оливкового масла пойдет маринаду только на пользу. Уже через несколько часов мы встретимся снова. А пока время возвращаться в лагерь. Оставшиеся зимы снаряжения, снеговую лопату и волокуши применяю в работе и сейчас, когда снег полностью сошел. Очистить гектар леса от листвы и старой хвои сложно и долго. Но все же возможно. И постепенно, небольшими шагами мы идем по этому пути. В лагере собираемся часто. Денис возвращается из дома со скалы. Приходит Геннадий с очередными кулинарными идеями. И начинается долгая дружеская беседа. На этом пне из лиственницы в печи готовим пиццу. И иногда нарезаем овощи и мясо. Пока есть время, решаю пройтись рубанком и шлифмашинкой по его поверхности. А затем покрыть защитным составом. Все аккумуляторы заряжаются в лагере от генератора. Поэтому у дома лесника можно часто услышать звуки работающего инструмента. Покрытие замешал из алкидного тонирующего состава и обенового лака. Глубокий красноватый оттенок подстать натуральному оттенку лиственницы. Не смог пройти мимо и скамеек со столом. Когда кисть в руках, сложно остановиться на чем-то одном. За работой увлекся. И пропустил момент встречи с Геной. Пора обратно. Успел. Шашлыки почти готовы. Таков наш весенний уклад жизни в лесу. Странствия, ночевки в разных домах, насущные дела по участкам и встречи с добрыми друзьями. Ну а с вами были мы, лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok